Всем привет! С вами Максим и мы продолжаем знакомить вас с городом Майдзуру. И сегодня мы в западной части города. Район западного Майдзуру имеет долгую историю. Он возник более 500 лет назад, как призамковый город. Основавший здесь крепость, князь Хасакава Юсай был не только известным воином, но и прославленным поэтом и каллиграфом. И, как считается, оказал значительное влияние на ход японской истории. Сейчас мы находимся на территории замка Танабе. Он был частично восстановлен, и сейчас здесь музей. В западном Майдзуру удивительная ретро-атмосфера. Это идеальное место для тех, кто любит прогулки по старым городам. В гестхаусе Сайкаан нас встречают две его очаровательные хозяйки. Сам гестхаус располагается в полностью отреставрированном доме, которому уже больше 130 лет. Здесь всегда можно приятно поболтать с хозяйкой и другими постояльцами и завести новых друзей. Недалеко от Сайкаан находится старая общественная баня. Сейчас в больших городах такие бани постепенно исчезают, так что сохранившаяся здесь в каком-то смысле редкая ценность. Раз уж вы приехали в Японию, рекомендуем вам испробовать на себе, что такое японская общественная баня. А это лавка Сакита-щоджи, где с давних времен производят продукты с использованием местной рыбы. Да. Ну что, допустим, что в основном, когда у Кома-гё-ко И я так называю, что это крамбок. Камбок, который я показывал в аренду. Это на среднем салее и в ководном ководке. Я назвал о том, что крамбок. Да, да. Я так называю, что я в тупом и на пиццу, но я думаю, что я так называю. И вот так, я знаю. Да, очень вкусно! Да, пожалуйста. Спасибо, спасибо! Замите. Это «КУУ УВАК». Красиво. Давайте попробуем. Какого-то? Умм! Умм! Ну что же, Пора и перекусить. Что же нам предложит город Майдзуру? Самое известное здесь блюдо – карри по-флотски. В японском флоте до сих пор сохранился обычай, когда на корабле каждую пятницу подают карри. Это делается для того, чтобы команда в море знала, какой сегодня день недели. Кроме того, из интересного на трассах вокруг города вы можете найти автоматы по продаже рамена, гамбургеров и другой еды. Вообще, получить порцию горячей лапши из автомата – это странно. Но лучше всего, конечно, свежащие морепродукты. Многие из морепродуктов, добываемых в Майдзуру, ценятся по всей стране как продукты высшего класса. В Майдзуру множество мест, где можно прочувствовать жизнь простых рыбаков и насладиться присущей таким местам атмосферой. Перед обедом мы посетили один из таких районов – заводь Йосивара. Сейчас мы заходим в ресторан Дайрокумару, который предлагает блюда из местных морепродуктов. Он очень популярен среди местных жителей. Рис со свежими морепродуктами просто бесподобен. А какие тут устрицы! Лучшее время для устриц в Майдзуру – это лето и зима. Они славятся по всей Японии своими размерами и питательной ценностью. Майдзуру – лучшее место для ценителей устриц. В окруженном море Майдзуру очень популярно купание. Сейчас мы на пляже Канзаки. Летом он забит купающимися, но сейчас уже не сезон, поэтому тут никого нет. Перед песчаным пляжем есть небольшая сосновая роща. И сейчас, вне сезона, у нас есть уникальная возможность погулять по ней и по пустому пляжу. А что же у нас здесь? Здесь у нас небольшая пещера в скале, где спрятана статуя богини Канон. Она так и называется – Пещерная Канон. И говорят, что ей уже больше 1300 лет. Говорят также, что она выполняет любое желание. Но только одно. И в конце нашей поездки мы посетили чайную плантацию Уэвада Энн. На ежегодной всей японской выставке чая чай Кабусеча из Майдзуру уже 5 лет подряд признаётся лучшим в Японии. И хозяева плантации Уэвада Энн вносят свой значительный вклад в совершенствование и улучшение чая из Майдзуру. Чай Кабусеча – это вид высококлассного чая, требующий большего ухода и более сложный в выращивании, но с более насыщенным цветом и мягким вкусом, чем обычный чай. Пообщавшись с Уэвадой Сан, мы прочувствовали его горячий энтузиазм и любовь к чаю. Приняв эту плантацию в наследство от своих предков, он подошёл к делу крайне ответственно. Вот так японская культура и мастерство в любой сфере переходят из рук в руки, из поколения в поколение. Мы подробно показали вам восточный и западный Майдзуру. Надеемся, вам понравилось. Если да, жмите лайк и подписывайтесь на наш канал. Увидимся в следующих выпусках. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok